В понедельник вечером на заседание ответственной комиссии в исполкоме выбран главный врач Славутической городской больницы. Им стал Алексей Леонидович Ладожев. А в среду нам удалось с ним пообщаться. Первое интервью получилось коротким, но с перспективой на продолжение. И первый вопрос о ближайших планах нового главного врача Славутича. В ближайшем будущем нам предстоит довольно большая работа по подписанию договора с Национальной службой здоровья Украины. Для того, чтобы вовремя получить финансирование на первичную медицинскую помощь. Это имеет отношение к тому, что Славутича не подписывают с докторами? Конечно, это прямое отношение к этому имеет. Это продолжение всего того, что происходило в последних несколько месяцев. То есть, суть в чем заключается? Сначала пациенты заключают договор со своим доктором, будь то педиатр, терапевт или семейный доктор. И после этого предприятие, в котором эти доктора работают, должно заключить договор с Национальной службой здоровья, чтобы по этому договору получить деньги на обслуживание населения. То есть, по большому счету, это и есть финансирование? Да, это новая модель финансирования. Новая, которая вот сейчас распространяется только на первичную помощь. А с середины 2019 года она будет распространяться в том числе на специализированную помощь. То есть, это касаться будет узких специалистов. То есть, лоров, хирургов и так далее. А с 2020 года, скорее всего, если ничего не изменится в связи с выборами и со всем остальным, то это коснется и стационара. Там уже будет оплата не так, как сейчас за счет медицинской субвенции, а оплата за конкретно предоставленную услугу. С стороны стационара в том числе. Понятно. Хорошо. Но мы же будем с вами состоять сейчас, точнее, наша поликлиника будет состоять в Черниговском округе. По распоряжению Кабмина, да, Славутич относится к Черниговскому госпитальному округу. Вы уже встречались с представителями этого округа? Нет, я лично еще не встречался. Встречался представитель нашего отдела здравоохранения Славутича. И у них больше по этому поводу информации. Но по предварительной информации, опять же, в конце декабря предстоит нам такой небольшой, скажем так, этап. Это прохождение аудита со стороны представителей Черниговского госпитального округа. Они должны будут приехать, посмотреть, что мы можем предложить для этого округа в нашей больнице. Ну, вот я смотрел на сессии слайды. Ну, в общем-то, достаточно такое печальное. То, что передается оборудование, здание, которое раньше было нашей поликлиникой, но оно достаточно печальное. Оборудование у нас есть? Или вы об этом тоже пока не знаете? Оборудование есть. Ну, не все, конечно, в том количестве и качестве, которым хочется. Оборудование есть. Естественно, единственное, что оно морально и физически кое-когда уже устарело. Поэтому, естественно, нам предстоит и в этом плане большая работа, чтобы переоборудовать. Закупить новое, поменять старое или отремонтировать, если это можно сделать. То есть, помощь нам нужна со всех сторон. Ну, и финансовые составляющие. И финансовые, и все, да. Когда, ну, по большому счету, вот с вашей точки зрения, уже можно будет сказать, вот я пошел в новую городскую больницу. Когда случится этот момент? То есть, пока, я так понимаю, вижу главного врача. Скоро, наверное, вы уже объединитесь с людьми, которые уже перейдут из СМСЧ-5 в городскую больницу. И вот, когда вот все это слияние произойдет, ориентировочно. Ну, сам факт юридического слияния, но это ближайшие дни произойдет. Это ближайшие дни. Ну, да. Сколько, я не могу сказать. Это, к сожалению, не от меня зависит. Но я думаю, что это дни. Это не недели, не месяцы. А помещение? В каком мы будем находиться в помещении? Помещение будет, естественно, они переходят к нам. То есть, происходит реорганизация путем объединения. То есть, это будет одно предприятие. То есть, фактически, основательно, своих рабочих местах? Да, конечно. Но будут уже как бы все много предприятия. А это будет одно предприятие с одним главврачом, с одним бухгалтером главным. И все как бы под одной крышей. Ну, вы прекрасно знаете, вы и сами работали в 85, что сложные отношения сложились между жителями города и нашей медициной. Я знаю, что порядка, ну, и предыдущий ваш, как бы, товарищ говорил, что порядка 40% случаев едет лечиться в Чернигов. Ну, по разным причинам. Вот, с 8 точки земли, как восстановить нормальное взаимоотношение между слабочанами и нашей городской больницей? Что для этого нужно сделать? Какие-то шаги навстречут друг друга, наверное, да? Ну, два момента должно произойти. Первое, нужно, я, на мой взгляд, нужно прекратить те склоки и все остальное внутри коллектива, что происходит последних несколько месяцев. Ну, что на здоровье психологическая коллектива, это, конечно, влияет очень сильно. И второе, естественно, это предоставлять населению качественные услуги. Вот, и все. И тогда доверие само по себе вернется. То есть, вы готовы предоставлять условия? Ну, в мере своих возможностей, конечно. Ну, хочется вам пожелать удачи. Не будем вас терроризировать сегодня, потому что вы буквально еще считанные часы только главный специалист нашей новой больницы. Хочется пожелать вам удачи. Кстати, вот большое наследство вам досталось от предыдущего главного врача? Наследство большое. Качество наследства чуть-чуть хотелось бы. Получше. Получше. Ну, будем говорить, что где-то через полгода мы с вами опять встретимся. И вообще, если есть какие-то проблемы, приходите к нам, и мы тут же будем разговаривать с вами, общаться. И рассказывать и с лучаном, и тому же руководству города о том, что есть проблемы, и их надо решать. Договорились? Конечно, конечно. Ну, мы, во-первых, благодарим вам, что вы уже в первые часы, скажем, своего пребывания в должности пришли на телевидение. И мы с вами общались, потому что предыдущий товарищ оттягивал, предыдущий главный врач нашей поликлиники оттягивал эту встречу сначала на неделю, потом на месяц, потом на полгода. Ну, спасибо за откровенный разговор. Пока мало вопросов, но я думаю, что со временем. Хотелось бы, чтобы их вообще тоже не было, чтобы сама ваша работа, ну, не создавала никакие вопросы для случая. Договорились? Конечно, договорились.